Друзья, всем привет! Примерно час назад компания OpenAI, создатель чат GPT, презентовала свою новую модель GPT-5. По словам разработчиков, это не просто очередная модель, а настоящая революция в мире искусственного интеллекта. Сегодня за какие-то 5 минут постараюсь поделиться с вами главными моментами этой полуторачасовой презентации и сэкономить ваше время. Так что устраивайтесь поудобнее, а меня поддержите лайком. Поехали! Презентация началась, как водится, с громких заявлений. Нам тут же сообщили, что новая модель GPT-5 приблизила человечество еще на шаг к созданию AGI. Если кто не в курсе, AGI означает Artificial General Intelligence, по-русски искусственный общий интеллект, то есть сверхразум, как в фильме Терминатор, например. Разумеется, OpenAI хвалили свою модель как самую лучшую продвинутую, двигающую всю индустрию вперед. Честно говоря, такие речи мы слышали от них на каждой конференции и на GPT-4, например. И ближе к настоящему сверхинтеллекту они от этого не становятся. Дело в том, что сама архитектура нынешних моделей пока не рассчитана на достижение AGI. По сути, перед нами лишь имитация интеллекта. Почему это имитация? Потому что современные языковые модели построены на трансформерах. Работают они примерно как Т9 в вашем телефоне. Анализируют текст и подбирают наиболее вероятное следующее слово. Только здесь это происходит в колоссальном масштабе и по гораздо более сложным правилам. Да, чем больше данных загрузишь в такую нейросеть, тем лучше связнее текст она будет выдавать. Но это все еще не делает ее полноценным мыслящим существом. Так что считать GPT-5 шагом к настоящему искусственному интеллекту или нет, решайте сами. Лично мне эта технология видится просто очень продвинутым вариантом автозаполнения, хоть и действительно впечатляюще продвинутым. Ладно, идем дальше. В этот раз OpenAI даже удосужилась взглянуть на конкурентов и упомянули в презентации модель DeepSeek. Вообще, если говорить честно, многие новинки, которые показали, уже давно реализованы у других. Просто теперь чат GPT пытается перетянуть эти фишки на свою сторону. Например, цепочка мыслей модели. В GPT-5 теперь можно посмотреть внутренний ход рассуждений перед тем, как модель даст ответ. Вам показывают, как модель думает и на основании чего формирует ответ. Звучит круто, но ничего нового. Подобная функция была в DeepSeek уже довольно давно. Там при использовании мыслящего режима можно увидеть, какие шаги предпринимает модель. И даже почерпнуть интересные инсайты о ее логике. Но, как я уже сказал, согласно исследованию Apple и научным данным, все это не делает модель настоящим интеллектом. Она просто хорошо угадывает слова и имитирует размышления. Продолжая тему генерации текста, разработчики похвастались, что теперь ответы чат GPT стали намного более человечными. Не секрет, что большинство людей используют чат бота именно для создания каких-то текстов, статей, писем, постов. И вот теперь эти тексты еще ближе к тому, как написал бы человек. Говорят, можно вообще не редактировать, сразу брать и использовать. Улучшили понимание контекста, добавили эмоциональности, нюансов. Сам я думаю, что они просто загрузили в модель побольше художественной литературы, романчиков всяких, где полно метафор, эпитетов, красивых образов. Теперь чат GPT научился активно пользоваться такими приемами и выражать мысли более образно. В результате ответы действительно получаются живее, эмоциональнее, трогательнее. Словно писал не бездушный алгоритм, а вполне себе творческий человек. Дальше ребята из OpenAI взялись за тему программирования. Так как мой канал посвящен программированию, созданию торговых ботов и других проектов, то эта тема наиболее меня интересует. Они продемонстрировали, как GPT-5 генерирует код фактически сравнив свое детище с главным конкурентом в этой области, моделью Клауди от Antrophic. На сцене показали пример. Парень буквально с одного запроса получил полностью готовое приложение для изучения иностранных языков. Звучит может и здорово. Написал пару фраз, а нейросеть выдала тебе рабочее приложение. Но если вы следите за моим каналом, то знайте, ничего сверхнового тут нет. Подобные приложеньки мы с вами уже создавали с помощью разных нейросетей. Поэтому лично меня этот трюк не особо впечатлил. Вау-эффекта не произошло. Продолжая тему изучения языков, нам показали, как чат GPT теперь можно использовать почти как репетитора в разговоре. Новая возможность – голосовой режим. Вы можете попросить модель поговорить с вами, например, на корейском языке. Она будет общаться голосом, поправлять ваши ошибки, помогать с произношением. Отличная штука для языковой практики. Честно говоря, я и раньше так делал. Включал микрофон и беседовал с чат-батом на нужном языке, чтобы потянуть разговорные навыки. Но, видимо, сейчас эту фишку доработали, модель стала лучше вас понимать на слух и выдавать более адекватные ответы. В общем, учить иностранные языки с помощью нейросети теперь еще удобнее. После этого представили интересную интеграцию чат GPT с сервисами Google, календарем и Gmail. Теперь вы можете подключить свой почтовый ящик и календарь к чат-бату, а затем попросить его проанализировать ваши планы. Например, сказать «Глянь мой календарь и письма и составь ко мне оптимальный план на завтра». GPT-5 посмотрит на все ваши встречи, задачи, письма и выдаст расписание дня или подскажет, что можно улучшить в вашем графике. Штука прикольная. Весь ваш цифровой ассистент в одном флаконе, который умеет и письмо черновик набросать, и день распланировать. Отдельно подчеркнули, что в GPT-5 серьезно усилили блок безопасности и этики. Раньше, если вы спрашивали у чат GPT что-то запрещенное или неуместно, он сухо отвечал «извините, я не могу вам помочь с этим». Теперь подход тоньше. Модель не только откажет, но и объяснит вам причину отказа. Мол, к сожалению, я не могу выполнить этот запрос, потому что он противоречит таким-то правилам или может нанести вред. Более того, если пользователь явно проявляет интерес, пусть и к запрещенной теме, но в научных целях, GPT-5 постарается перенаправить его интерес в безопасное русло. Например, посоветуют почитать статьи в авторитетном научном журнале на эту тему. Идея в том, чтобы вместо прямого нет дать человеку полезную альтернативу. Посмотрим, насколько это эффективно на практике. Но звучит как любопытное улучшение, призванное обезопасить и пользователя, и саму модель. Затем в презентации была длинная история о том, как чат GPT теперь выступает в роли врача. Нам рассказывали, что чат GPT способен ставить диагнозы, прогнозировать течение болезней, даже оформлять полноценные научные исследования. Утверждать, что некоторые доктора уже используют его в работе. Загружают, например, результаты анализов или медицинские отчеты. А модель выдает им инсайты и подсказки, до которых они сами могли не додуматься. В общем, OpenAI похвастались, что их детища проникает и в медицину, помогая врачам принимать решения. Звучит впечатляюще, хоть и немного страшновато, но прогресс есть прогресс. Дальше началась самая интересная лично для меня демонстрация возможностей GPT-5 в написании кода, в связке с редактором Cursor. На сцену даже пригласили генерального директора Cursor. И прямо перед публикой они совместно создали приложение с помощью новой модели. Видно, что OpenAI и Cursor тесно сотрудничают. Думаю, неспроста они это показали. Возможно, в будущем OpenAI либо приобретает Cursor, либо заключить с ними эксклюзивное соглашение, чтобы этот редактор работал только на их моделях. К слову, когда-то OpenAI пытались купить другого конкурента, Windsurf, но там сделка не сложилась. В общем, интеграция налицо. И нам явно намекают на большие планы. Конечно, все это сотрудничество не ради красивого жеста. GPT-5 действительно прокачали для программистов. Модель теперь лучше ловит баги в коде и сразу предлагает исправление. В демонстрации ребята создали в прямом эфире еще одно приложение. На этот раз финансовый дашборд для вымышленного стартапа. Забавно было рассмотреть, как руководители OpenAI на сцене откровенно восхищались тем, что получилось. Но, признаюсь честно, у меня это вызвало улыбку. Ребята, загляните на мой канал и посмотрите проекты, которые мы уже генерировали с помощью нейросетей. Местами результаты даже круче того, что показали на презентации. Возможно, GPT-5 и правда шагнул вперед, и мы это обязательно проверим. Особенно в написании кода. Просто лично для меня представленная демка не особо впечатлила, ожидал большего. Зато одна штука действительно поразила, хоть ее и не показали со сцены. На сайте чат GPT в большом описании возможности пятой модели приводился пример, от которого я сказал «Вау, это круто». Там показали, как с помощью GPT-5 можно создать полноценное HTML-приложение с использованием веб-камеры. Суть в том, что вы открываете страничку, даете доступ к камере и можете рисовать своими движениями. То есть вы двигаетесь перед камерой, а на экране в это время рисуется изображение в реальном времени. Выглядит очень эффектно и интересно. Честно, жаль, что они не включили этот пример в основную презентацию. Публике точно бы понравилось, но здорово знать, что модели на такое способны. Под конец презентации OpenAI решили удивить нас созданием игры с помощью GPT-5. Они набросали небольшой код игры про замок и заявили, что раз модель может делать целые игры, значит она стала гораздо более креативной. Игра получилась самая простенькая, ничего выдающегося, конечно. Впрочем, инструменты для генерации игр существовали и раньше, так что лично я тут сенсации не уловил. Тем не менее, факт остается фактом. Модель теперь может помогать и в геймдеве, генерируя базовый код для простых игр. После этого был еще долгий блок хвастовства. Мол, все индустрии уже вовсю пользуются GPT, что и их моделью, вершиной технологии и так далее. Хотя, по моему опыту, под каждую задачу можно найти свою оптимальную нейросеть. Конкуренты не дремлют. Тот же Клауди от Antrophic часто показывает себя лучше в программировании, например. Но, конечно, OpenAI делают упор на универсальность и масштабируемость своего решения. Посмотрим, как GPT-5 проявит себя в реальных условиях. Скоро, когда мы сами его протестируем, станет ясно, насколько он хорош в коде и во всем остальном. И действительно ли стоит перейти на него с других инструментов. Вот такие основные тезисы представила нам OpenAI на своей конференции. Я пересказал их вам своими словами, сохранив суть так, что вы теперь в курсе самого главного. Если вам было полезно, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Также, если вам нужно реализовать какой-то проект в программировании, связанный с GPT, с интеграцией GPT в ваш Telegram-бот, например, или анализ каких-либо новостей, или чего угодно с помощью нейросетей, вы также можете обратиться ко мне в Telegram, и мы с командой реализуем вам любой проект. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok